Это было осенью, шел дождь, я ехал со встречи, мне Иван звонит, говорит, слушай, я придумал припев, ставит на громкую связь, я слышу, как он подходит к пианино, начинает играть и поет припев песни «Думать о тебе». Говорят, что нельзя заранее угадать, станет песня хитом или нет, но когда я слышал этот припев, я сразу понял, что песня зацепит миллионы сердец, потому что она сразу зацепила мое. Не хочу даже вспоминать твои глаза, не хочу, но эти мысли в голове, а ты и я, ты и я, ты и я, не хочу больше думать о тебе. Всем привет, мы группа Добро, и сегодня мы покажем, как создавался наш трек «Думать о тебе», от идеи и до его финального звучания. На тот момент у нас уже была песня «Мне глаза ее нравятся», в Ютьюбе она набрала более 20 миллионов просмотров, нас начали приглашать с концертами даже в Европу, и многие рекомендовали нам попытаться повторить успех той песни, делать танцевальную, клубную песню, но нам хотелось, наоборот, сделать что-то медленное, что-то личное. Так как у меня уже был готов припев, то минус я начал писать именно с припевной части. Я выбрал пэды и партию фоно. Вот как это звучит. Эти партии, пэды и фоно задают основной тон всему минусу, и их звучание полностью отображает мое настроение, которое было у меня на тот момент. Дальше я написал бит — это кик, снейр и хай-хеты. Изначально он звучал у меня вот так. И через какое-то время я решил, что некоторые удары бочки нужно выключить, потому что это даст больше кача. И вот что получилось. Иногда, чтобы улучшить, не обязательно что-то добавлять в минус. Можно, наоборот, выключить некоторые партии, и звучание станет лучше, и появится новый кач. И следующая партия — это 808-й бас. Чаще всего он играет партию точно такую же, как играет бочка. У нас в треке 808-й бас играет совершенно свою другую партию, и вот как он звучит. Еще в треке есть очень классный звук, который играет во вступление. Давайте его послушаем. В общем, эту мелодию я сделал на Nexus. Это обычное фортепиано. Вот как оно звучит без обработки. Как бы никакого волшебства, но мы повесили много реверберации и дилея, сделали звучание немножко мутным, и вот что получилось. Это тоже очень сильно подчеркивает настроение песни. Первый куплет придумался как-то сам собой. Это было некое продолжение припева. Строчки просто приходили сами. Вот пришла строчка, я записал. Следующая пришла, я записал. Просто мне нужно было успевать все записывать, так как я очень сильно погрузился в эту песню. Первый куплет написался очень быстро. А вот второй куплет нам нужно было сделать отличительным от первого и по мелодии вокала, и по исполнению. И также нам нужно было, чтобы второй куплет врывался эффектно в песню. И мы нашли решение. Мы использовали фильтр. Мы повесили фильтр на конец припева прямо перед вторым куплетом. Давайте послушаем. Вы услышали, что припев, конец припева как бы закрывается фильтром, уходит, и тогда куплет более эффектно появляется в песне. Во время работы над песней очень важно не перегореть, не потерять желание, интерес. Потому что, когда работаешь над песней, приходится переслушивать отдельные куски ну просто сотни раз. Это может действительно надоесть. Но в случае с этой песней такого не было. Хотелось наоборот переслушивать и переслушивать. В песне есть еще одно очень важное место. Это припев после второго куплета. Он здесь особенный, он создает напряжение. И как бы готовит нас к чему-то большему. Да, мы здесь сделали прямую бочку, которая звучит очень тихо. И электронный ризовый бас, который играет с A-CIN эффектом. Давайте послушаем. Также в минус мы добавили много разных шумовых эффектов, сбивок. И вот слышно, как подключился хэт. Сейчас будет очень классная сбивка к припеву. Вы можете не замечать некоторые моменты во время прослушивания, но если бы их не было, поверьте, все звучало бы совсем по-другому и, возможно, не производило бы того впечатления, которое производит песня. Когда трек был готов, когда мы уже все записали, было еще какое-то ощущение, будто чего-то не хватает. Я решил пойти к микрофону и без подготовки попробовал что-то спеть. Вот я напевал мелодии, которые ко мне приходят в голову. Давайте послушаем, что у меня получилось. Мы вставили это во вступление. Песня «Думать о тебе» долгое время занимала высокие места в топе iTunes, ВКонтакте, в приложении Boom. На сегодняшний день набрала 120 тысяч шазамов, более 8 миллионов просмотров в YouTube. И во время наших концертов по Европе, в Германии и Чехии мы сняли клип на эту песню. Сейчас, спустя долгое время, очень приятно наблюдать за тем, как песня затрагивает сердца новых слушателей. Для нас это самое главное. Я не хочу больше думать о тебе, не хочу даже вспоминать твои глаза, не хочу, но этим мыслю в голове ты и я, ты и я, ты и я. Не хочу больше думать о тебе, не хочу даже вспоминать твои глаза, не хочу...